Фу, надо вылазить. Всем здорова, ребята. Продолжаются сборы на рыбалку у меня. Уже много чего купил, много чего затарил. Самое главное, уже переправил в другой город, откуда мы будем стартовать. Переправил уже самогоночку. Сколько? 40 литров у меня там получилось. И еще с собой настойку возьму. Так, что, загрузили уже там с Геновичем машину, ту именно на какой едем мы. Вообще едет нас сколько? Там, наверное, человек 15. Но основная группа вся выезжает на день раньше, мы на день позже. Мы вдвоем приезжаем с Карифаном, с Геновичем. У группы уже будет стоять лагерь. Машину загрузили, что я там лодку взял, сапоги, теплую одежду. Уже загружено. Консервы там какие-то эти домашние, вот эти заготовки там, что в автоклаве делаю, тоже там грузанули. Матрасы, палатку. Так, что осталось? В принципе, самое основное такое грузанули уже. Стол у нас, в принципе, будет общий. Там чисто по деньгам все это скидываемся. У ребят там, они едут на машинах, везут с собой морозильные лари. У них там генераторы, лодки с моторами. Там, в общем, все дела, все как положено. У меня что тут осталось? Чуни такие вот я себе взял. Так, проводочек. Проводочек зацепился. Чуни-муни я себе вот такие взял еще. Ну, они недорогие. Ну, это такие тепленькие. Ну, это ладно. Здесь у меня вот еще тут плащ, там шиль на мыльные, тарелка-ложка, удочки. Вот этот вот чехол для удочек. Если кого-то заинтересует, потом могу даже отдельное видео снять. Просто бомба. Чехол жесткий. Ремень на плечо, ручка. Жесткий пластик. Водонепроницаемый. Помещается сюда удочек. Огромное количество. И факт тот, что удочки помещаются, спиннинги или удочки, прям с катушками. Катушки снимать не надо. Вещь просто обалденная. Качество изумительное. Покупал на Озоне. Больше нигде таких нет. Есть метр двадцать, метр сорок, метр шестьдесят. У меня в моем варианте вот метр сорок. Под мои удилища. Давно себе такой чехол хотел. Ну вот, наконец-то нашел. Как возить, удобно. Так и хранить. Очень удобно. Да, недешевый. Пять копейками тысяч стоит. Но вещь офигенная. Потом взял еще спиннинг. Дайву ниндзю. Но я его уже обновлял. Вы видели. На речке. Катушка у меня на дайве стоит тоже дайва ниндзя. Одна четырехтысячная. Вторая катушка трехтысячная. Вот. Потом плетенка, воблеры. Но это все по мелочи. А сегодня. Вот заказал я еще на Валберсе. Пришел спальник. Вот. Хочу спальник посмотреть. Кстати. Так. Где мой телефон? Где мой телефон? По поводу спальника. Я что-то забыл. Какие у него там характеристики. Сейчас поглядим. Так, думаю. Блин. Холодно все-таки ночью уже. Ну. Все отзывы такие хорошие были. Так. Покупки. Вот спальник. Две. Тысячи семьсот сорок восемь рублей. Мешок спальный. Аляска. Двадцать пять. Но он огромный. Нижняя температура комфорта. Минус двадцать пять. Да. До минус двадцати пяти. Получается. Размер. Вес товара. Два двести. Молния. Так. Максимальный рост. Девяносто. Ну. Прям что-то. Заинтересовал он нас. С супругой. Вот этот спальничек. Вот. Я говорю, давай возьмем. Тем более полюбасу еще пригодится. Не на один раз-то берем. Вон, в сумочке. Смотрите, как. Вон, видите, как ремни утягивающиеся. Баул такой. По приколу. Я почему именно в таком ракурсе начал снимать. Хочу именно разложить его и лечь в него. Залезть. Это нам не нужно. Это нам не нужно. Как он у нас здесь? Вот так вот ослабить. В принципе. В принципе. И вытаскивать. Они там, в принципе, разные там мешки-то есть. О, здесь он еще на ремнях. Отлично. Так, а ремни как? А, ремни, да. Просто... А, нет, ремни не просто. Ремни на нем именно пришиты. О, пачки. Он получается и как спальник делается, и как и как одеяло двуспальное. Так. Ага. Вверх вот он. Вот так. Но он огромный. Просто огромный. Так, ребят, давайте я сейчас сниму микрофон. Ну, реально огромный. Смотрите, какой. Просто пипец. В общем, им можно накрываться вот так, как одеялом. Просто, допустим, лёг куда-то, да, на матрас и одеялом накрылся. Тут два человека, блин, поместится. Так, здесь вот замки у нас. Сейчас будем. Ага. Как он получается? Да. Гаси толстый, флисовый. Получается, вверх у него непродуваемый, непромокаемый верхушка. А внутрянка, а внутрянка флис. Опачки. Так. Класс. Меня радует эта тема. О, ребята, сейчас, секунду, то я жду звонка курьера. Алло. Добрый день, Виталий. Да, здравствуйте. Какие доставки посылки сможете получить? Смогу. Когда? Чех, вот это, 26, все верно. Так, я сейчас на Ленина посылки все равно завожу и потом по-моему минут 5-10 подъеду уже. Все, хорошо, добро. Жду. Добрый день. Хорошо, до свидания. До свидания. Посылочку мне там везут. Так. Опс. Вот это, да. Да. Ха-ха. Класс, просто. Бомба. Короче, ложимся. Получается, застегиваемся. Ну-ка. Ох, ё-моё. Офигеть. Вот это, да. Ха-ха. Так, еще голова. О. Класс. Просто чума. Я в него вообще весь могу целиком с головой даже залезть. Ха-ха-ха-ха. О. Просто целиком прям с башкой можно вот так. Ху, я уже мокрый. Пипец. Ху-ха-ха. Ху-ха. Ху. Надо вылазить. О. В нем можно, короче, ребят, это, зимой. зимой в снегу ночевать вот это мешочек и в принципе цена довольно таки так а здесь сверху у нас а вот этот как капюшон он утягивается на веревку до хороша штука ребята вообще всем советую к вас я прям очень доволен очень вот так это выглядит класс наш уморился мне нравится очень мне нравится только вот палатка у нас великовато у нас палатка четырехместная а жить не будем вдвоем так палатка чем меньше тем лучше тем теплее но такой конечно спальник всем советую бы вещь плащик для рыбалки плащ как плащ не буду открывать мне интересно было спальник посмотреть супер хух что я мокрый весь пока провозился с ним обалденная штука ребята все спальник мне очень понравился класс я думаю будет служить мне он вера и правда и хорошо что утягивающие ремни есть тоже очень удобно утянул его все-таки чтобы не такой объем но он в пипец он жаркий это просто просто жесть все ладно ребята сейчас буду обратного упаковывать ждите новых интересных видосов вот